Добрый день, дорогие друзья! И чтобы не отвечать каждому лично, потому что я сегодня отвечу на самые популярные вопросы, я запишу один ролик, который будет размещен и на ютубе, и на нашем ресурсе, на pup.by. Итак, господа, к нам очень много приходит вопросов, в последнее время просто заваливают заявки, где пишут, работаете ли вы с болезнями, лечите ли вы болезни, «Сможете ли вы меня вылечить от?» И пошли. Формулировки разные, суть одна и та же. Есть привычка думать, что кто-то вас вылечит, что кто-то вас спасет, что кто-то за вас сделает, кто-то вас изменит. Так вот, господа, мы не лечим, мы не лечим, мы не работаем с заболеваниями, вообще не работаем с заболеваниями, мы не врачи, и у нас нет медицинского подхода и медицинского образования. И это не потому, что у нас нет медицинской лицензии, и я так говорю. Нет, я так говорю, потому что мы не лечим. Во всех наших статьях, материалах, роликах я на это обращаю внимание. Мы не оказываем никакой помощи людям в плане психиатрической и так далее. Нет у нас этого, господа, посмотрите наши материалы. Мы работаем с сознанием человека. Мы работаем с сознанием человека. Мы идем в глубины его подсознания и смотрим, что явилось причиной того или иного заболевания. Как правило, это кармические истории. И эти кармические истории мы подсвечиваем и помогаем человеку переосознать для того, чтобы измениться. Человек меняется, меняется его жизнь. Человек изменился, изменилось его здоровье. Вот это основной принцип работы. И когда мы работаем с сознанием, у нас есть разные психотехники, у нас есть разные подходы, более программистский подход к этим вопросам. То есть вплоть до того, что человек проговаривает определенные фразы, определенные программы, отказывается от убеждений, отказывается от клятв, от обетов в подсознании и так далее. У нас там очень много глубин, очень много разных вещей, жестких догм. Один только прошлый век дал очень много коллективных программ, такое количество программ, что оно просто приводит к невероятному росту заболеваемости в разных направлениях. Но это все связано с трансформацией самого человека. Понимаете, мы за вас это не делаем. Мы вам подсвечиваем, мы вам помогаем измениться. И когда мы сталкиваемся с тяжелой болезнью, например, сознание той же онкологии мы можем удалить очень быстро. Но дальше есть процесс физического восстановления тела и работы с телом. Это не значит, что вам надо отказаться от медикаментозного лечения и сказать, что мы лечимся у этих людей. Нет, здесь работает все не так. Работает каким образом? Мы работаем на уровне сознания, вы работаете на уровне материи и в конце концов имеете результат. В дальнейшем вы скажете, этот результат обусловлен материальной, например, химиотерапией или лекарствами, или еще чем-то. Ну и слава богу, главное, что вы поправились. Просто в одном случае, если не убрать сознание болезни, эта химиотерапия не будет рабочим инструментом, а если убрать, она приведет к распаду клеток. Точно так же мы работаем конкретно с детьми, например, по ДЦП или по аутизму. Если прописан мануальный терапевт ребенку, значит, нужен мануальный терапевт. Значит, одна работа с сознанием не приведет к нужному результату. Значит, надо и помощь из материального мира. И мы тогда говорим, что вот этому ребенку нужен мануальный терапевт, а этому ребенку надо сконцентрироваться на развитии интеллекта и заниматься с ним письмом или математикой. А этому ребенку надо свежий воздух и аквапарк, потому что вот на сегодняшний день у него по телу вода очень хорошо будет влиять, и эмоции хорошо сработают для развития таких-то психических процессов. Понимаете, и нету людей, у кого будут одинаковые советы. Понимаете, но это надо будет выполнять, потому что эти советы нам дает сама душа. Она говорит, она будет делать это, и тогда надо вот это. И вот эти все вещи мы проговариваем вам, озвучиваем, но мы их выводим из вашего подсознания. И таким образом рвутся шаблоны, что вас кто-то спасает, вас кто-то вылечивает и так далее. В социуме не такой подход, как мы подходим. Вы будете это делать сами. И ответственность за результат, господа, будет на вас в 100% случаев. Понимаете? Поэтому, когда вы оставляете, выносите ответственность и говорите, я вот, и меня они спасут. Нет, в таком случае мы вас не спасем. Тогда прямо на кладбище. Если вы говорите, я буду работать, и мне помогут решить вот этот вот вопрос, вот эти ребята, тогда да, тогда милости просим, и тогда у вас будут результаты реальные. Но видите, как все работает с обратной стороны, не так, как вы привыкли. Но это так есть, да? Поэтому, когда вы обращаетесь и решаете к нам обратиться, вы поймите, что будете работать вы сами. Вы сами будете делать, а мы вам всего лишь будем помогать и подсвечивать. И есть разные варианты работы. На сегодняшний день мы стараемся их унифицировать. Потому что реально мы работали, пробовали аутизм, ДЦП, онкология и так далее. Сегодня мы понимаем, у кармической истории нет точно проявленного заболевания. У одного, одна и та же история, вот в одной завязке там участвовало три души. И у одной души развилась онкология, у другой души развился сахарный диабет, а у третьей души вообще понос прошел, и все прекрасно, да? У всех разные реакции, потому что идут разные спайки программ, и идут разные кармические истории в дальнейшем как ресурсы, да? И получается, что нету двух одинаковых проявлений. И вообще не имеет смысл даже заявлять о наименовании болезни. Проще взять кармическую историю, раскрутить, поднять другие, посмотреть, выполнить то, что говорит душа для того, чтобы произошли определенные изменения. И на конечном итоге имеешь результат или нет, и дальше корректировать уже действия, исходя из проявленного результата. Вот это и есть магия на самом деле. И когда вы привязаны к материальным вещам, к материальным проявлениям, то человек как смотрит, говорит, вот говоришь человеку, тебе нужна вот встреча с этим человеком в такое-то время для таких-то событий. Человек говорит, ну глупость какая-то, не надо мне это, да? Он проигнорировал хобана и пошел поездом на другую линию жизни. И здесь мы бессильны. Это выбор человека, это его сознание, это игры сознания, это магия. Другой человек говорит, да, я встречаюсь, я вот делаю, все классно у него складывается, и дальше выстраивается другая линия. И человек говорит, а почему тут вы? Вообще у меня все само собой срослось, а ваше влияние здесь вообще никаким образом. Вот это, вот это наш вариант, когда действительно материальный мир складывает картину мира таким образом, что здесь нету наших влияний, здесь нету наших вмешательств, здесь полная гармония. Просто человек был предупрежден, просто человеку помогли, где-то подкорректировав программы, где-то подкорректировав осознание, где-то дав дополнительный ресурс из психики на то, чтобы у него это случилось. Вот таким образом мы работаем. И поэтому мы даже не пытаемся себе присваивать заслуги, там мы вылечили аутизм. Да не вылечили мы аутизм, это сделали мамы. Это сделали мамы, потому что мы-то сознание могли включить, переключить и так далее. Вот эти вещи, которые скрытые, а вещи, которые проявлены в материальном мире, отзаниматься с ребенком, свозить к специалистам, свозить на реабилитации, свозить на оздоровление, заплатить за это немалые деньги, это делали мамы. И мамы, когда делали это, они сами менялись. Они ведь отдавали частицу души своему ребенку, и они сами трансформировались. И таким образом просто они прожили весь опыт, который они должны были прожить за жизнь болезни. Они проживают за полгода, за год, и имеют потом здорового ребенка, и могут получать следующий опыт, другой опыт. И тогда довольна и душа ребенка, и душа мамы. Вот так это работает. Я думаю, что я доступно объясняю для тех, кто думает обратиться к нам или не обратиться. И господа, вы будете работать сами. Вы по-прежнему будете ездить к специалистам. Вы будете работать с реабилитологами и так далее. Вы будете работать с врачами. Но у вас будут результаты, потому что все, что касается сознания болезни, все, что касается осознания, все, что касается вашей души, все, что касается ваших процессов, станет на место. И тогда реабилитационные техники вдруг для вашего ребенка Станут эффективными Ни с того, ни с сего Вдруг память начнет работать Вдруг сознание включится Вдруг осознанность появится Вдруг начнутся результаты Вот врач не ожидал Логопед, вот работает ребенок с логопедом Уже не один год работает И ни хрена не получалось А тут раз и рывок за две недели у ребенка сумасшедший И логопед смотрит и говорит Какая я молодец И она на самом деле молодец Потому что этот рывок произошел при ней Понимаете, вот так это работает Поэтому это не уберет специалистов Работа с нами Ни в коем мере мы не выключаем материальный мир Мы просто в этот мир Запускаем магию сознания И тогда все работает прекрасно А проявленная жизнь Будет в дальнейшем В дальнейшем той Которую вы начнете выбирать осознанно Если остались вопросы Пишите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!